Любое наше проявление гуманизма они воспринимают как нашу слабость. В апреле, когда мы были готовы к подписанию договоренности и украинцы заверяли, что они тоже поставят свои подписи, мы в качестве жеста доброй воли прекратили боевые действия и даже осуществили передислокацию определенную наших вооруженных сил. Это преступление, за которое рано или поздно придется кое-кому отвечать. Гунько у него, фамилия его украинская, и под этой фамилией он убивал мирных жителей Советского Союза и Восточной Европы. Кровавый клоун! Людо извинился перед Зеленским за то, что они честовали в парламенте нациста. Захотим возьмем, не захотим откажем. Поэтому нас не надо упрекать в отсутствии доброй воли, об этом президент постоянно говорит. Но в апреле, когда мы были готовы к подписанию договоренности и украинцы заверяли, что они тоже поставят свои подписи, мы в качестве жеста доброй воли прекратили боевые действия и даже осуществили передислокацию определенную наших вооруженных сил. И этим воспользовались те, кто сорвал эту договоренность. Поэтому сейчас об этом президент тоже упоминал. Мы готовы на переговоры, готовы рассмотреть любые серьезные предложения, но ни о каком прекращении огня на период переговоров речи быть не может. Потому что нас на этом уже обманули один раз. Как пояснить, якую мову сказать, что будь-якие перемоги, которые будут стосоваться будущего Украины, они не будут за присутствием Росеян. Ні, они больше ничего не впливают. Жодная сфера, жодная ділянка земли, света, там, где были какие-то геополітичные разбиратели, війни, они больше не впливают. Карабах тому найперше и найбільше свідчение. Далее буквально цими днями розгорнувся величезный скандал у Канады. Мы стали его пасивными учасниками. Ну а росіяни, звісно, прихопили за него. Ах, вы подивите, ветеран СССР Галичина. Ну и росіяни вирішили, что кто-то будет раховаться с их интересами. Хотя в этой истории они взагалі не фигуруют. Влада Канады намагается ниня сделать так, чтобы, звісно, цей скандал можно было как-то нивелювать. Перепросили всех, до кого могли быть причетными, кто-то мог образиться, принять это как-то критично. Росіяни кажут, а мы? А мы? А как же мы? У нас ведь так много погибло во времена Второй мировой войны. Почему перед нами не извиняются? Ну, по-перше, это дивный рахунок, который теперь навешается на Украину. Так хочется спросить, что все эти миллионы мы? Не знаю, мы были окупованы. Не знаю, мы тоже воювали за независимость и свободу своей страны. Притом, кто-то за свободу от окупателей, а кто-то за независимость. Тож, россиян... И весь мир, да, и весь мир пытается подыгрывать этой государственной идеологии украинской, как это случилось у нас в Канаде, да, на днях, где честовали 98-летнего недобитка из дивизии ВАФНСС Галичина, Ярослава Гунько, там как бы его ни называли, Ханка, еще как-то на новый канадский манер. Гунько у него, фамилия его украинская, и под этой фамилией он убивал мирных жителей Советского Союза и Восточной Европы. Вот, и, конечно, я ждал, на самом деле, когда вся эта ситуация превратится в фарс. И вот сегодня с утра я просыпаюсь, залезаю в новости, и вижу, как она превращается в фарс. Трюдо извинился перед Зеленским за то, что они честовали в парламенте нациста. Ну, то есть, Трюдо перед нацистом извиняется за то, что они честовали нациста. Ну, мало ли, он извинился не только перед нацистом, но он, видно, не знал, что не надо извиняться, потому что вот такие марки издают как раз по поводу дивизии Галичина. То есть он не перед тем извинялся, но он извинился перед евреями, он извинился перед инвалидами, перед ЛГБТ, ГИУ+. Но не перед русскими, не перед советскими людьми, которых погибло 27 миллионов человек. Да, при том, что когда спикер парламента представлял этого 98-летнего упыря, он сказал, что этот человек боролся против краснопузых, против русских он боролся. И когда ты меня вспоминаешь в перелеку поважных стран, ты маешь найти свое новое место на мафе. Нарешті Путин зустрівся із рівнем в собі. В гості до сучасного Гитлера завітав президент Судану, більш відомого, як політик у буквальному сенсі слова із підмоченою репутацією. Адже якось на офіційних заходах він не втримався і не втримав дещо в собі, потекло по нозі одним словом, ну і так він і запам'ятався. І об цьому теж треба говорити. Недавно вийшла стаття «Уоштенпост» по поводу недавнім, очередним комплементарним обменам в Твиттере между Донглом Трампом, кандидатом в президенты, бывшим президентом США, і венгерським перминистром Виктором Орбаном. Виктор Орбан написав, що він за Трампа в 1924 році, що тільки Трамп зможе захоронити западну христианську цивилизату. І вам знакомі все ці тези. Виктора Орбана, також вспомню недавні заявлення на сцені республіканских дебат от Вивика Рамасвами, теж кандидат республіканської партии, который, по сути, имитирує, чи не сказати, пародірує Донгла Трампа, є такіими мініми Донгла Трампом, який говорить, що Россія не головна наша проблема, делається акцент среди трампистів на Китай. І висказується таке, нам кажучись абсурдна, таке, знаєте, таке виднення геополитики, якщо ми отцепимо від Китая Россію, Китай ослабнеть. Тобто, потрібно робити акцент на це. Тут і как раз і проглядується таке хантинтоновське, знаєте, таке виднення міра, согласно його книге, «Столкновення цивилизации». Тобто, можливо, хтось в цьому в цьому видіть і даже расизм. Ну, вот, недавня історія літературна, в тому числе, Європи. Тот же Эрик Зимур, знаєте, известний французський писатель. Тило Сарацин, немецкий бувший політик, писатель. Даже Мишель Уэльбек, известний вам писатель популярних книг, вони все намекають, що Європа в опасності, йдет наплів такого черно-коричневого населения. І, мені кажучи, іменно к цьому крылу западних інтелектуалів-політиків і апеллирує товариш Сурков. Все правильно. Але, насправді, коли ви сказали, що ви знаєте, к кому апеллирують, я думав, що ви назовете зовсім інших людей. Я об'ясню, чому я навіть удивився, коли ви стали перечисляти такі фамилии, як Трамп, Віктор Орбан і так далі, Тило Сарацин і прочее. Мені знаєте, чого не хватає в вашій конструкції? Вона дуже убедітельна. Але мені не хватає одній малости. Я совершенно не знаю, які должности і які должности внутри России займають Віктор Орбан, Дональд Трамп, Тило Сарацин і всі остальні люди. Тому що все-таки, якщо Сурков пытається все-таки оперувати, адресуватися, якщо він пытається повернутися в российську політку, то він должен апеллировати к чому-то внутри России. А вот апеллировати к Дональду Трампу, Віктору Орбану, Тило Сарацину і другим заміщальним людям, пітається повернутися в российську політку, це трохи 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 трохи. Тому що трохи трохи. Тому що, треба ж все-таки оперуватися. Якщо ти хочеш, ідеологію для кого він пітається зробити? Для Дональда Трампа? Ну, це трохи трохи. Значить, у Орбана своя ідеологія, він известний нацист, це все понятно, у нього все хорошо в цьому смыслі. Тому що, тобі не потрібна ідеологія Суркова. А вот для кого він предлагає внутри России? Я думаю, що тут є люди, але ці люди отодвинуты дуже сильно від власні. Це люди, це олигархи, прежде всього, це люди, які хотіли б на самом деле вернуться в Європу, але вони щас отодвинуты від власні. В России ці вот ці мільйонери, мільярдері, вони, так сказать, не находятся у рычагах власти. Підпишіться на канал і не пропускаєте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.